Ресторан пивоварни Интересно, что ты имеешь отношение, работая в пивоварни Каспария, к самой настоящей истории пивоварения. Каспария – это первопроходцы в вопросах ресторанного пивоварения. Я бы не стал экономить на качестве. У нас большой бергарден. Когда приходят тысячи человек и пива нет в ресторане, это, конечно, катастрофа. Имеет смысл обратиться к специалистам, которые смогут просчитать, какая мощность нужна, производительность пивоварни. Сейчас производительность пивоварни, которую мы приобрели в Каспарии, она раза в два выше, чем то, что было у нас. Объем производства пива годовой у нас на сегодняшний день вырос на 70%. За прошедшие два года можно сказать, что пивоварня отбилась. Бывушная пивоварня – это код в мешке. Чтобы выбрать пивоварню, даже новую, нужно быть специалистом. А для того, чтобы разобраться в том, что из себя представляет уже использованная, далеко не новая пивоварня, надо быть специалистом в квадрате. Бывушное оборудование – это царапинки, трещинки в танках, в трубопроводе, которые невозможно промыть. Было много дней, когда мы не могли варить, много дней, когда мы ждали какую-нибудь запасную часть, потом ее монтировали и так далее. Само собой, пиво иногда заражалось, в сусло попадала инфекция, и пиво портилось. Соответственно, мы теряли какое-то количество пива, для нас это, особенно в сезон, было неприемлемо. Плохие пивоварни – те, в которых пивовар ходит все время по локоть, руки в масле, и занимается не свойственным делом, а наладкой собственного оборудования. А в хорошей пивоварне этого делать не приходится. Пивовар занимается своими прямыми вопросами пивоварения. Соблюдение концепции – это очень большая часть успеха. Если ресторан пивоварня с пивоварней, то он должен быть пивным рестораном, на мой взгляд, ничем больше. Аутентичным должен быть. Важно, чтобы пивовару было удобно работать в этой пивоварне, а гостю было интересно в нее приходить. Это действительно очень красивое сооружение, которое здорово привлекает гостей. Эта пивоварня сделана из меди, и это чисто декоративные все элементы. Само собой, то, что касается производства, это все нержавейка и специальные материалы, которые именно для пищевой промышленности. А медь просто продает больше пива. Есть микролитражный автомобиль, есть автомобиль с каким-то хорошим объемом двигателя. Если нужно доехать из точки А в точку Б, то можно доехать и на том, и на другом. Нужно пойти на обгон. На малолитражке сложно решиться на обгон в иной ситуации. А на автомобиле с хорошим объемом двигателя, где есть запас, есть ресурс, вы выходите безбоязненно от обгон. Когда нужно продать тонну, полторы тонны, две тонны в день, и следующий день так же, и потом еще столько же, то необходимо быть уверенным в своем оборудовании, уверенным в возможности производства этого объема. В этом году у нас было 2000 литров, за один день мы продали. Можно сказать, что Каспари – это Мерседес в мире мини-пивоварина. Уверенность. Как с хорошим автомобилем. Точно так же и в пивоварине очень хочется не бояться за результат. И знать, что начав свой сезон в мае, ты успешно повесишь свой пивоваренный китель в сентябре, пойдешь в отпуск. За это время ничего страшного не случится, будут хорошие продажи пива, будут много варок пива, будет много вкусного пива. Вот это важно. Субтитры создавал DimaTorzok